Как известно, 24 июня Государственная Дума приняла во втором и третьем чтениях антитеррористический пакет, внесенный депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. И, безусловно, нельзя не согласиться многими принципиальными пунктами поправок к существующему закону и вообще в целом пакет антитеррористических законопроектов, но в то же время вызывает и вызывала у депутатов Государственной Думы глава о миссионерстве. Даконопроект принят, значит, при этом 147 депутатов Государственной Думы голосовали против. И сейчас поступает очень много уже запросов от верующих, представителей конфессиональных, традиционных, религиозных организаций. В законе требуется большое уточнение и в законе есть неточности или требующие уточнения в законодательном порядке и тем более, когда вносится в Уголовный кодекс изменения, чтобы это было бы учтено. Законопроект принят в спешке. Об этом оно оказалось резонансным, об этом уже в обществе вы заговорили. Вот, например, миссионерской деятельностью отныне могут заниматься только зарегистрированные организации и группы. Это значит молитва и мероприятия, связанные с религиозными обрядами. При этом любая миссионерская деятельность, вне специально предназначенных для этого помещения, запрещена. За нарушение штрафа до миллиона рублей. Каким-то конфессиям это подходит, а иным нет. Как сегодня провести, например, у себя дома Ифтар? Без молитвы она не сопровождается. Что кто-то должен это контролировать, если контролируют каким образом? Или никак считать? Или пригласить родных гостей, чтение молитвы? Или поминание? После трех, семи, значит, и сорока дней. Да, там в законе сказано, значит, ну как бы храмы религиозные и кладбищ. Ну, сорок град с мороза. Или еще что-то. А сколько или, значит, неоднократные намазы считаются у других конфессии из своей особенностей. Закон принят в спешке. Что бы я предложил? Завтра закон будет рассматривать на предмет одобрения и неодобрения Советом Федерации. Это так принято. Я бы просил поручить нашим представителям Совета Федерации выступить с предложением воздержаться от одобрения. Это не говорит, что закон надо отменить и так далее. Придет срок. Значит, новый депутатский корпус в спешке, это в угаре предвыборной борьбы Госдума приняла. Новый состав рассмотрит. Это будет по закону. Я считаю, что наши представители должны высказать, если депутатский корпус наш поддержит, нашу позицию, позицию нашего Государственного Совета. Спасибо. Благодарю вас, Максим Шаревич. Спасибо. 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 Спасибо.